Добрый вечер! Добрый вечер! В Сургуте больше 100 тысяч квадратов деревянного жилфонда, 100 тысяч квадратов потенциальной опасности. О том, что вслед за балками необходимо избавляться и от такого наследия прошлого, уже не раз говорила и Наталья Комарова. Последний во время послания югорчанам. Стал ли для властей Сургута этот пожар горьким уроком, выясняла Ольга Придоха. Этот пожар надолго запомнится сургутянам. Клубы дыма с окраины города видно было даже на центральных улицах. Целые сутки возле пылающего дома работали пожарные. Боролись с огнем, вытаскивали из окон детей. Как назло, на улице было холодно и ветрено. Огонь то и дело вспыхивал вновь. Возле загоревшейся деревяшки быстро разбили оперативный штаб. Согревали людей, поили чаем спасателей, решали вопрос с восстановлением документов и расселением погорельцев. На то, как синим пламенем горит все, что наживали несколько десятилетий, жильцы смотрели со слезами на глазах. Мы неоднократно обращались. Наш дом вообще перенесли на 30-й год под снос, потому что они решили, что, видимо, можно и так жить. Все это валилось, все это ломалось. Тепловик вообще безобразно относился к своим. Обязанностям, пока не дозвонишься, не приедут. Деревянный дом в поселке Дорожный за несколько часов выгорел дотла. Сейчас сюда вереницы идут семьи. Это 21 семья, 42 человека, чтобы спасти из пепелища хоть какие-то вещи. Несколько лет назад здесь уже была подобная трагедия в полурасселенном доме. За моей спиной еще несколько таких деревяшек. И теперь жители этих домов боятся за свою судьбу еще больше. Девятый по номеру дом в поселке Дорожный первый в этом списке риска. Ему, страшно сказать, уже 65 лет. Ремонта не было никогда. Разве что своими силами люди латают обвалившиеся полы, чинят проводку и перекрывают щели в стенах. Вот видите, все обрезано. Вот они где, подсоединило. Все, больше здесь ничего вы не сделаете. Вот это вот. Видите? А здесь пусто, если откроют. Здесь воды нет. Если открыть его. Но после того, как весь минувший понедельник они молились, чтобы языки пламени не добрались до их дома, спать спокойно здесь теперь просто не могут. Нас предупредили, собирайте теплые вещи, готовьте документы, будьте готовы в любой момент вас эвакуировать. Реально страшно спать. Потому что в любой момент оно где-то, особенно когда мороз, оно же что-то там осужается или как-то, что может где-то коротнуть. И все. Мы живем на пороховой бочке. И реально мы следующие. Такой дом здесь вот остался один. По плану этот дом под снос должен пойти только в 2024 году, как и тот, что сгорел в понедельник. К слову, на переселение людей из таких условий в благоустроенные Сургуту из окружной казны было выделено в этом году около миллиарда рублей. По всей видимости, в экономической столице Югры есть и более сложные дома. Правда, в местной мэрии обещают проверить и, возможно, пересмотреть свои планы на расселение людей. Мы хотим проверить до конца года вообще все дома, которые у нас аварийные, которые у нас в похожей ситуации находятся. У нас их достаточно много, поэтому мы в короткий срок не успеем. Мы хотим сделать работу качественно. И будут сделаны выводы, что, во-первых, не допустить дальнейших пожаров. Хотя, конечно, очень многое зависит от жильцов. Никто случайность не отменял. Но мы сейчас все возможные меры предпримем для того, чтобы таких пригений у нас больше не было. На фоне обещаний властей – горы пакетов с помощью для погорельцев. Их в разные точки города несут сургутяне. За неделю в центрах по приему помощи скопилось настолько много вещей, что одеть можно, кажется, не только погорельцев. Люди, сочувствуя чужому горе, несут все, что может понадобиться. От мыла до одеял, от тапочек до теплых вещей. Кофты, куртки, постельное белье и одеяло. А узнала, решила помочь. Почему? Потому что в детстве была маленькая. Соседи через дом сгорели. Мы тоже всей семьей помогали. Мне было на тот момент 8 лет. Страшно? Ну, думаю, да. Да, это очень страшно. За эту неделю большинству погорельцев чиновники помогли восстановить документы, выдали компенсации, обеспечили на первое время всем необходимым. Пока самый сложный вопрос – судьба четверых пострадавших. Один человек отравился угарным газом. Женщина, к счастью, уже идет на поправку. А вот трое остальных, в числе которых годовалая девочка, пока находятся в реанимации ожогового отделения. Медики ввели их в состояние искусственной комы еще в понедельник. Прогнозов пока нет. Все трое в стабильно тяжелом состоянии. Все трое получают всю необходимую медицинскую помощь. Они не в коме, они находятся под седацией. Под наши, они все на аппаратах искусственной вентиляции легких. И им проводятся все лечебные манипуляции. Главные герои этой трагической истории – сургутяне, оставшиеся без крыши над головой. Как бы ужасно это ни звучало, свой квартирный вопрос наконец решили. Власти сургутов дают им квартиры по социальному найму досрочно. На пять лет раньше положенных сроков. Их соседи, третьи на этой улице, надеются и верят, что не станут третьими в череде этих страшных пожаров. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра». Специально для программы «Больше чем новости». И вот несколько краснорещевых цифр. С начала года в «Югре» произошло почти 2500 пожаров. Чаще всего горели жилые дома. 102 человека получили травмы. 40 югорчан погибли. Сгорело больше 250 автомобилей. Для сравнения, в 2018 году зарегистрировано почти 1700 возгораний. И это за весь год. Дома и автомобили тушили немного реже. Но вот вопрос, почему так возросло общее количество происшествий? Изменен порядок статистического учета пожаров и последствий от них. До 2019 года было понятие «загорание». То есть это возгорание веществ и материалов, не причинявший такой вред. И с 2019 года понятие «загорание» как таковое, как категория, исключено. И в настоящее время все возгорания берутся и учитываются как пожар. С учетом этого у нас прослеживается значительное увеличение количества пожаров. Не миновала огненная беда и не огонь. Здесь за считанные минуты пламенем охватило жилой вагончик. В огненной ловушке оказались пять человек. На их счастье, участковый как раз обходил район и заметил клубы дыма. Младший лейтенант Владимир Александров, не раздумывая, бросился на помощь. Это и решило дальнейшую судьбу обитателей жилья. Они остались живы и почти все невредимы. Подробнее в сюжете. Понять, что было раньше на этом пепелище, сложно. Почерневшие балки да гарь хрустит под обувью. Пожар начался из туалета. Здесь буквально лопнул масляный обогреватель. Горячее масло растеклось и мгновенно воспламенилось из-за короткого замыкания. Ну а дальше уже сухое дерево вспыхнуло, как порох. Я готовила, пекло блины. Забежала старшая дочка, сказала, что горит туалет. Сосед потом сказал, что слышал хлопок. Я не слышала никакого хлопка, ничего. Ну а так как здание у нас, жилье-то деревянное, сами понимаете, оно быстро замылось. Ну отключили электричество, но все равно. А потолки были наклеены, они капать начали. Времени на раздумье у Владимира Александрова не было. Увидев клубы дыма, вырывавшиеся из щелей строения, он бросился к входной двери. Внутри кричали люди. Одновременно полицейский умудрился вызвать пожарных. Он знал, что в вагончике живет пять человек, среди которых 12-летний ребенок. Младший лейтенант взломал дверь, и ему буквально на руки из дыма выпал парень с обожженной спиной. Как потом оказалось, ожоги были второй степени. Проник в дом, получается, и уже доставал людей. То есть у людей была паника на тот момент, все кричали. И сразу же доставил людей на улицу, пятерых человек. При этом спросил еще кто-то остался, на что последовал ответ, что больше никого нет. Кроме этого, я уточнил, еще имеется газовый баллон в данном жилом вагоне. То есть тоже ответ был отрицательный. Обожженного парня полицейский передал подоспевшим медикам. Остальных погорельцев приютили соседи. Но тут произошло непредвиденное. Хозяйка дома вдруг вспомнила, что в огне остались документы, и бросилась их спасать. Этот поступок мог стоить ей жизни, если бы снова не вмешался участковый. Прикрываясь бушлатом, он нырнул вслед за женщиной. Я забежала за документами, и так как уже все заволокло дымом, то выход тяжело было найти. Он забежал следом за мной и подсвечивал мне телефоном своим. Ну, фонариком на телефоне. И вот он мне кричал, сюда, сюда, выходите. И я вот следом за ним выскочиваю на улицу, получается. Вот, получается, что спасла свои документы благодаря ему. Ну, вот отсюда, получается, она в эту комнату заходила, документы забирала свои. И уже отсюда. Красивые, такие. И, получается, к выходу. Сильно задумленность была. Дважды спасенная югорчанка смеется. Владимиром Петровичем называть спасителя трудно. Слишком молод. А тем временем молодого младшего лейтенанта представили к награде. Павел Желтов, телерадиокомпания «Югра». При содействии Ниаганского телеканала. Специально для программы «Больше чем новости». Это «Больше чем новости» на телеканале «Югра». Смотрите далее в нашей программе. Отдаленные, но доступные. Как в Югре развивают авиаперевозки? Какова цена доступности? Расскажем об итогах авиаонлайн-конференции губернатора. Мы им туристический опыт, они нам морозостойких верблюдов. Расскажем, зачем гости из Калмыкии в Югре прошли обряд посвящения в нефтянике. Вместо пятизвездочного отеля вершина в пять километров. Как нижневартовская школьница покорила Эверест. Настоящей дружбе санкции не помеха. На этой неделе в северной столице прошла уже 12-я российско-германская сырьевая конференция. В ней приняли участие крупнейшие промышленники двух стран, а также студенты 49 университетов Германии и России. На повестке мировая экономическая обстановка, цифровизация отрасли, экологическая трансформация производства. И все это на фоне не самых простых отношений России и Европы. Подробнее о том, как наш регион расширяет сотрудничество с Германией, несмотря на санкции, узнаете из следующего сюжета. Санкции, санкции, санкции. Без этого слова не обошлось ни одно выступление на российско-германской сырьевой конференции. Мнение партнеров совпадает. Промышленники двух стран признают, что инструмент экономического и политического давления стал тормозом всей отрасли. Сырьевой форум помогает бизнесу и ученым преодолеть эти барьеры и расширить кооперацию. Примечательно, что отдельные регионы России становятся драйверами развития партнерских отношений с Германией. Хорошими темпами развивается и наше межрегиональное сотрудничество, которое во многом способствует нейтрализации негативного эффекта от антироссийских санкций. В настоящее время официальные партнерские связи поддерживаются между 23 субъектами Российской Федерации и 14 федеральными землями Федеративной Республики Германия. Югра входит в число давних внешнеторговых партнеров ФРГ. Например, регион закупает немецкое оборудование для лесопромышленного комплекса и нефтепромысла, а Германия – природный газ. Необходимо развивать экономику замкнутого цикла. Германия очень заинтересована в расширении кооперации, модернизации экономики и усилении устойчивого развития ресурсов и сохранении окружающей среды. Югра и Германия дружат уже давно. Это стратегическое партнерство. Отмечу, что только за первое полугодие торговый оборот нашего округа и Германии составил почти 800 миллионов долларов США. А это 16% от общего товарооборота Югры. Но этим сотрудничество не ограничится. Наталья Комарова предложила немецким компаниям запустить совместное производство особо чистых кварцевых концентратов в перспективе создания холдинга. Также расширение связи возможно в области производства химических реагентов. Кроме того, еще одна общая тема для двух стран – подготовка кадров для топливно-энергетического комплекса. Важно развивать совместные мультидисциплинарные образовательные программы международного уровня, интегрирующие направление цифрового и научного инженеринга, сформировать систему международной подготовки отраслевых специалистов новых компетенций. Сотрудничество между институтами и компаниями России и Германии поможет глобальному диалогу между государствами, отметила губернатор. С этим согласны и ученые. По их словам, никакие санкции не смогут помешать делать странам совместные проекты. Важна личная инициатива. Безусловно, роль политики большая, но также огромное значение имеет этот самый интерес, о котором я говорил, у ученых. Если у ученых из России и Германии есть интерес к совместным проектам, к проведению каких-то совместных исследований, то возможности для этого всегда найдутся. Пусть международные отношения и непростые, но все участники конференции признают, Россия и Германия нужны друг другу. Экономика стран тесно связана с сырьем. Сотрудничество в этой сфере выгодно для всех. Югра точно готова к кооперации. А это значит, что наше стратегическое партнерство может превратиться уже в стратегическую дружбу. Василий Сосуев, Антон Ракитин. Специально для программы «Больше чем новости» из Санкт-Петербурга. Югорчане проголосовали за кандидатов на должность директора Департамента социального развития Югры. Напомню, 28 ноября в прямом эфире телеканала «Югра» прошли дебаты. Очередной этап общественного отбора претендентов. В дебатах приняли участие пять кандидатов. Они представили свои программы, отвечали на вопросы ведущего, экспертов, жителей округа. У каждого зрителя была возможность проголосовать за одного из участников и его программу. Всего за время дебатов и в течение следующих суток по многоканальному телефону было принято и обработано автоматизированной системой более 10 тысяч звонков. Итоги голосования таковы. Анастасия Золотухина – 4820 голосов. Елефтерия Иосифова – 575. Елена Немчинова – 3207. Тереза Пономарева – 1349. Оксана Третьякова – 657 голосов. При назначении руководителя окружного департамента губернатор Югры учтет результаты голосования. Городы Югры стали ближе и все благодаря самолетам. В Югре развивают авиаперевозки. С апреля работает новая схема. А это значит новые маршруты, новые авиакомпании и новые возможности для югорчан. На этой неделе вопросы авиаперевозок обсудили на онлайн-конференции с губернатором. Наталья Комарова вышла в прямой эфир с экспертами уже в пятый раз. И обсудить именно воздушный транспорт губернатору предложили сами югорчане. Какие вопросы поднимались и к каким итогам привела трансляция, расскажет Анна Шуркевич. За два часа можно долететь из Ханты-Мансейска в Екатеринбург, из Сургута в Тюмень. Или обсудить эти рейсы вместе с другими маршрутами лично с губернатором. Вот очень-очень большая-большая просьба хотя бы в Распутицу дополнительные рейсы на гради. Сами местные жители не могут попасть на этот рейс, потому что летят туристы. Ну, что-то можно сказать. Я тоже считаю, что дорого. Ну, я тоже считаю, что дорого. 60 вопросов в соцсетях, 26 во время прямого эфира. Тема авиаперевозок – это то, что волнует в Югре каждую семью. Далеко не везде есть качественная альтернатива воздушному транспорту. Не зря о нашем крае можно сказать, что сюда только самолетом можно долететь. Понимая это, в правительстве разработали модель авиаперевозок. Новая модель, она ориентирована прежде всего на жителей Югры. То есть это ее особенность. Если в предыдущих схемах маршрутов и полетов первую роль играла экономика, то модель, которую мы запустили с 1 апреля, ориентирована на жителей. Причем на жителей как крупных городов, так и труднодоступных населенных пунктов. Это так называемая центрально-радиальная схема авиамаршрутов. Пассажиры могут улететь в крупнейшие города страны из трех основных хабов – Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Они связаны с остальными шестью аэропортами и вертолетными площадками Югры с помощью сети межмуниципальных маршрутов. Но тестирование показало – есть еще над чем работать. Как раз этому и было посвящено большинство вопросов. Моя семья, родители и бабушки живут в Мегионе. Чтобы слетать туда и обратно из Ханты-Мансийска с двухлетним ребенком, нужно порядка 24 тысяч рублей. Время полета час в одну сторону. До Москвы дешевле слетать. Что тут можно сказать? Я тоже считаю, что дорого. Ну, я тоже считаю, что дорого. Понимая вот эти вот издержки, которые в этом году случались именно на внутрирегиональных рейсах, то есть мы планируем все-таки изменить методику субсидирования в пользу именно той, наверное, методики, по которой работает Росавиация. Которая будет просто простая, как прозрачная, в зависимости от расстояния, социальный тариф и минус потери доходов авиакомпании. Сейчас средний тариф на авиабилет составляет 3200 рублей. При этом жителям региона доступны субсидии на 14 внутрирегиональных рейсов, а также вертолетные перевозки из поселков. То есть правительство оплачивает примерно половину стоимости каждого билета. Когда мы формируем расписание и какие-то альтернативные маршруты создаем, нужно одновременно оценивать и стоимость для пассажира. Короче говоря, вопросы, связанные со стоимостью этих перевозок, они должны ложиться точно так же на весь график, с тем, чтобы влияли или определяли принятие решения и о маршруте в том числе. Рейсы по Югре станут более привлекательными и для туристов. Вылеты свяжут с событийным календарем, чтобы Коголымский океанариум, Самотлорские ночи в Нижневартовске и Духовня в Ханты-Мансийске увидело как можно больше зрителей. У нас есть запросы со стороны наших туроператоров, как раз по турам уходного дня. И мы предлагаем на следующий год, соответственно, продолжить это тестирование, потому что на сегодняшний день запросы следующие. То есть туроператоры, когда формируют запросы тур уходного дня, естественно, ориентируются на потребности наших граждан. И не высказывают, что им удобнее было бы летать в Коголым, например, в пятницу вечером или в субботу с утра и возвращаться в Ханты-Мансийске уже в воскресенье вечером. Как раз, чтобы за субботу и воскресенье посетить океанариум, филиал Малого театра и так далее. Точно такой же запрос у нас есть и на Нижневартовск. Во время онлайн-конференции югорчане попросили дополнительные рейсы из Советского, а также из Березова до Белоярского. Кроме того, по мнению пассажиров, нужно сохранить уже существующие маршруты в Омск и Краснодар. Схема авиаперевозок будет меняться, но только в лучшую сторону, заверили в Депдорхозе. Будут появляться и новые рейсы, в том числе за пределы Югры. Так, в будущем году межрегиональных рейсов станет в два раза больше. Анна Ширкевич, телерадиокомпания «Югра» специально для программы «Больше чем новости». Югра может гордиться количеством аэропортов и их связанностью. На 16 городов округа приходится 9 воздушных гаваней. Некоторые находятся даже в поселках городского типа. Это Березовские и Гримские аэропорты, а еще есть вертолетные площадки даже в самых небольших поселках. Таким образом, на каждые 184 тысячи югорчан приходится по аэропорту. Три из них в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске имеют международный статус. Отсюда можно долететь до стран ближнего зарубежья, а также в Турцию, Таиланд, Вьетнам. Это полезные направления для нашего холодного края. Всего из 9 наших аэропортов летают самолеты по 100 направлениям. Причем 20 новых маршрутов появились в этом году. В 2020-м разработают еще несколько рейсов. Так, например, из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Казань, Курганы, Красноярская, Сургута, в Бугульму, Челябинск и Новосибирск. Конечно, такое разнообразие рейсов неминуемо приведет к росту пассажиропотока. В этом году уже увеличился на треть на межрегиональных маршрутах и на 45% на внутриокружных. География полетов стала разнообразнее, а муниципалитеты доступнее. Это больше, чем новости. Смотрите далее в нашей программе. Мы им туристический опыт, они нам морозостойких верблюдов. Расскажем, зачем гости из Калмыкии в Югре прошли обряд посвящения в Днефтянике. Вершина в 5 километров, место пятизвездочного отеля. Как нижневартовская школьница покорила Эверест. Мансийский рэп, хантыйские мессенджеры и другие способы сохранить родной язык. Как малочисленные народы Севера берегут связь с предками. Племенной скот и морозоустойчивые верблюды. С такими предложениями на этой неделе в Югро приехали парламентарии из Калмыкии. Это был ответный визит. Весной наши депутаты уже побывали в Элисте. Теперь калмыкские друзья приехали посмотреть, как в Югре развивают этнотуризм. А нам есть чем поделиться. Историю освоения нашего нефтяного края гости узнали в Музее геологии нефти и газа в Ханты-Мансийске. В деревне Русскинской познакомились с бытом Ханты-Манси. Даже покатались на оленях упряжках. Приятно были удивлены, что туристов возят даже на нефтяные месторождения. В Кагалыме калмыкских депутатов посвятили в нефтяники. В ответ они готовы поставлять в Югру племенной скот и, может быть, верблюдов, которые могут выжить в наших суровых условиях. Приехал со степи, где нет дождевей, где нет воды, приехать туда, где холодно, и стать нефтяником. Поэтому это сакрально. Поставить племенное ядро сюда, чтобы этот скот развивался. В принципе, и сибиряки не испытывали, значит, так, вот в Говядине, в Баранине, например, тогда, и в том числе, значит, у нас и калмыцкий верблюд может переселить, значит, так, и быть в упряжках ездить не только на оленях упряжках, но и на верблюжьих упряжках. У Югры и Калмыкии есть еще один общий интерес. Это сохранение традиционного этноса и языка. В Калмыкии больше половины населения – это коренные жители, а значит, есть и проблемы сохранения самоидентификации. Язык – важнейшая ее составляющая, но коренные, переезжая в крупные города, забывают истоки и теряют связь с предками. В округе живут около 30 тысяч представителей малочисленных народов севера – ханты, манси и ненцы. По неофициальным данным, родным языком владеют только около половины представителей титульных нацель. Радует, что этот вопрос волнует не только чиновников. Сегодня в Югре немало примеров того, как молодежь пытается сохранить родной язык. В проблему погрузилась Милана Поварницына. Бизо фристайл на сцене по паспорту Евгения Анямов. Молодой человек только начинает карьеру рэпера. Сам пишет слова и музыку. В этом нет ничего необычного, за одним исключением. Он единственный, кто читает рэп на мансийском. Языком владеет с детства, даже думает на родном. Слова со стороны звучат непонятно. Впрочем, разве это главное? Важнее посыл. А поет он о родителях, деревне, которая опустела. Коренные перебираются поближе к цивилизации. Но что больнее всего, признается Евгений, уходит язык. Я вообще сначала думал, что я сейчас начну на мансийском сочинять. И вся молодежь мансийская, там, хантыйская, подтянутся. Давай с тобой зачитаем совместно. Я даже готов ради рэпа выучить там хантыйский свой, если не знаю его, да. То реакции вообще никакой. То есть им это не надо. У них у всех интернет, телефон, компьютер, фай-фай и все такое. Они увлечены этим. То есть не увлечены ни охотой, ни оленеводцом. Тем не менее, сдаваться Евгений Анямов не собирается. Пишет новые треки, мечтает выпустить 10 альбомов, чтобы о манси узнали во всем мире. А язык жил, пусть и таким необычным образом. Решил мыслить по-современному и вортовчанин Виталий Сигильетов. Книги читают не все, а вот телефон есть у каждого. Поэтому он разработал программу. Теперь ханты и манси могут практиковаться в родном языке в мессенджерах. Общаться даже на редком, уже исчезающем диалекте хантыйского языка, в Аховском. Нужно только настроить программу. С Ямала пишут, с Томской области, когда увидели репортажи Нижневартовской телерадиокомпании, вашей телерадиокомпании. И стали, пишут люди до сих пор, пишут, спрашивают, как установить, как сделать, предлагают сотрудничество, помощь. Мы давно уже это тоже продвигаем, хотим, чтобы у нас и на мансийском языке тоже было. Потому что мы, если пишем в мессенджерах, мы не можем там написать, например, со знаками, которые у нас есть в наших языках. А в 2020 году Виталий Сигильетов планирует провести языковую школу. Он настроен позитивно, уверен, что потребность в изучении языков у молодежи есть. Это подтверждает и опрос. По данным 2018 года, хантыйский и мансийский знают 60% представителей коренного населения. А среди незнающих только 6% отметили, что не хотят учить языки. Остальным либо не хватает языковой среды, либо их просто не научили в детстве. Можно записываться на курсы по этому языку. Вот хочу как-нибудь их посещать в свободное время. Чтобы лучше понимать, что говорят в моем близком кругу. И хоть что-то отвечать. Я приезжал к бабушке, она разговаривала по-ненецки. И я уже начал потом хорошо говорить просто и отвечать. Но когда начал учиться, сейчас уже не с кем разговаривать в хантыйский и по-ненецкий. С точки зрения возможностей для изучения, тут все неоднозначно. В школах в Березовском и Белоярском районах преподают родной язык с 1 по 11 класс. В остальных югорских учреждениях знания дают факультативно. Иными словами, это не обязательно. С другой стороны, сегодня 14 детских садов активно приобщают малышей к культуре малых народов. К примеру, в Казымском садике «Орленок» дети изучают родной язык с погружением. Образовательная программа проходит на русском. А вот играют дети на хантыйском. Вышел федеральный новый закон. И поэтому очень многое дается на усмотрение родителей, на усмотрение администрации, школы и так далее. То есть этот вопрос нужно решать не только в семье или среди общественников. Но и на уровне государства. Так, сегодня есть проблемы с подготовкой специалистов по родным языкам. Виталий Сегельетов, а он сейчас получает образование в Будапеште, изначально хотел учить язык в Ханты-Мансийске. Но педагогов уже не готовили. Между тем, ЮГУ когда-то было единственным местом в регионе, где велась такая работа. Впрочем, в этом году в Нижневартовском госуниверситете впервые набрали группу на магистратуру по хантыйской филологии. Закончив, они смогут преподавать. Кроме того, еще остались сильные ученые, носители языка. Благодаря им Манси в начальных классах уже могут заниматься по новым учебникам. Нелана Поварницына, Александр Шулдиков, Антон Ракитин. Специально для программы «Больше чем новости». В Белоярском развивают речь с помощью батутов. Дети просто прыгают и в движении повторяют слова и звуки. Сначала совмещать эти два действия довольно сложно, но со временем организм тренируется, и речь становится более уверенной. Такие занятия развивают чувство ритма, времени. А в дальнейшем все это еще и помогает в учебе. Зрительное вестибулярное упражнение разработала американский доктор Саманта Злотник. Именно их за основу взяли специалисты коррекционного центра «Лого плюс». Здесь давно помогают детям с особенностями развития, а недавно на средства президентского гранта купили батутную установку. Она прыгает и не может проговорить чистоговорку, потому что у нее не хватает дыхания. И мы посмотрим через 10 дней, когда она уже в прыжках, сможет проговаривать. Не просто прыгать, а еще просто проговаривать какие-то выражения, слова, звуки, повторять. И вот о чем еще говорили на этой неделе. Югра и Лукоил продолжат сотрудничать. Губернатор округа и президент нефтяной компании подписали дополнительное соглашение. Стороны будут развивать проекты в производственной и социальной сфере, а также в природоохранной деятельности. Объем инвестиций нефтяников в защиту окружающей среды Югры превысил 11 миллиардов рублей. Кроме того, уже в следующем году в Кандинском и Советском районах отремонтируют школы. Также в округе появятся новые спорт-объекты. В Урае открытый каток, а в Лангепассе игровая площадка. Первый межрегиональный антинаркотический форум прошел в Ханты-Мансиске. Он принял примерно полтысячи человек. Экспертами выступили ведущие специалисты страны. Помимо профилактики, на площадках форума обсудили реабилитацию зависимых, в том числе с применением государственно-честного партнерства. Еще одна тема — информационная безопасность и как с помощью медиапространства формировать социально-ответственное поведение молодежи. На этой неделе житель Ханты-Мансиска получил благодарность полицейских за то, что спас старушку от мошенников. Пожилые жительницы по телефону сообщили, что ее внук попал в аварию. И теперь, чтобы избежать наказания, надо заплатить деньги. 86-летняя югорчанка собрала 60 тысяч рублей. Мошенники даже вызвали и такси до ближайшего банкомата. Однако, увидев напуганную женщину, водитель поинтересовался, что произошло. Когда пенсионерка рассказала свою историю, участливый таксист привез бабушку в ближайшее отделение полиции и позвонил ее родственникам. Увидеть эврест и сфотографироваться на его фоне с флагом своего города. Мечта 14-летней югорчанки сбылась. Анастасия Степанова поднялась на гору Калападхар высотой в 5,5 тысяч метров. Легендарный маршрут, с которого начинаются ключевые восхождения к гималайским вершинам, занял 10 дней. В путешествие школьница отправилась вместе со своим дедушкой, опытным альпинистом Игорем Ледовым. Путь был непростым и проходил в условиях пониженного уровня кислорода. Маршрут хоть и давно разработан, не всем туристам удается его преодолеть. Как восьмиклассница из Нижневартовска смогла покорить одну из самых красивых гур земли, расскажет Елена Составова. Знаете, бой вошли. Ну все, иди дальше. Впереди горное озеро, позади тысячи метров крутого подъема. Вокруг снежные вершины, облака и ярко-синее небо. Таким Настя Степанова запомнит свое первое восхождение. За плечами тяжелый рюкзак со снаряжением, идти сложно, воздух разрежен. Юная путешественница признается, поначалу болела голова, не хватало кислорода. Дойти до вершины горы помогла поддержка команды и огромное желание увидеть Эверест. Было тяжело, но дедушка меня всегда преобудрял, что нужно добраться до вершины, чтобы увидеть Эверест. То есть у меня еще, когда в начале мы были, я сказала, я вот хочу увидеть Эверест. И каждый раз, каждый день, получается, я спрашивала, отсюда видно Эверест или нет. Везде мы увидели только Амадаблан. Получается, он закрывал именно Эверест, и мы только в последний день увидели его. К путешествию Настя готовилась около года. Ходила с грузом, занималась скандинавской ходьбой. На основная физическая подготовка проходила в бассейне. Здесь Настя тренируется три раза в неделю. Правильная постановка дыхания благоприятно влияет на легкие. Вода делает суставы более гибкими, закаливает тело. Хотя плавание далеко от альпинизма, оно помогло юной путешественнице развить выносливость. Готовились очень серьезно, потому что это дело серьезное. Не кажется, сюда поднимется. Например, вот встретились корейцы, и у них из группы 15 человек 5 человек не поднялись. Они по дороге встретились и спросили Настю. Настя, ну ты поднялась? Она говорит, да, конечно. А у нас, говорит, 5 человек не поднялись. Инициатором восхождения стал дедушка Настя. Заслуженный путешественник России Игорь Ледов живет на Ямале. На вершину горы Калападхар планировали отправиться всей семьей. Но родителей задержала в Нижневартовске работа. Впрочем, они без колебаний отпустили дочь в Гималайи с дедом. Опытный путешественник, турист с 30-летним стажем, не раз проходил по этому пути. Игорь Николаевич искренне гордится, что внучке передалась его тяга к путешествиям. Мне больше всего запомнилось два момента. Когда мы пришли в базовый лагерь, ей было не сильно так, скажем, хорошо. Она там подрастроилась. Пришлось ее как бы успокаивать, что настроить ее на это. И второе, когда она поднялась, она там скакала, как, я не знаю, та самая козочка, которая все преодолела. И у ней улыбка, и все, настроение такое поднялось. Она там уже счастлива была. Команда «Усы» Ледова на колопотар забралась. Сейчас Настя вернулась к обычной жизни, ходит в школу, тренируется в бассейне. Трудно поверить, что месяц назад девочка преодолела по крутым склонам более 100 километров. 31-я школа гордится своей ученицей. Одноклассники и учителя часто просят Настю рассказать о путешествии. Когда я узнала о том, что Настя совершила такое восхождение, было, наверное, в первую очередь чувство гордости появилось за наш город, за нашу школу, ну, за восьмой в классе и за Настю Степанову. Настя творческий человек, готова всегда прийти на помощь к ребятам. С классом у нее складываются очень хорошие отношения. И, наверное, вот эта ее активность, которую она проявляет в школьной жизни, как раз и стала, наверное, причиной того, что она попала на эту вершину. Отправляться в новые путешествия Настя пока не планирует. У дедушки серьезные планы на ближайшие три года. Он собирается подняться на Эльбрус, побывать в Таджикистане на пике коммунизма, отправиться в экспедицию по Непалу и покорить Монаслу, восьмой по высоте восьмитысячник мира. Такие маршруты подсела только опытным туристам. Подросткам там не место. Сейчас у Насти есть время окончить родную 31-ю школу, получить аттестат, подрасти, набраться сил. Еще она планирует заняться скалолазанием или пойти в туристический кружок. Какую именно секцию выбрать, наша путешественница пока не решила. Но она убеждена, что в будущем покорит не одну вершину. О восхождении Анастасии Степановой на Калопадхар вам рассказали Елена Составова и Рамиль Хайрулин. Специально для программы «Больше чем новости» из Нижневартовска. В криминальной сводке появились первые праздничные преступления. В Пытьяхе из торгового центра украли новогоднюю елку. Точнее, ее часть. Со всей конструкции похититель не справился. Видимо, праздничное дерево было слишком тяжелым. Сумму ущерба в торговом центре оценили в 13 тысяч рублей. Найти преступника помог комплекс «Безопасный город». Елку уже вернули на место, а вот преступник рискует провести праздники за решеткой. На него завели уголовное дело по статье «Кража». В Югре это не первое праздничное преступление. Прошлой зимой полицейские расследовали кражу новогодних подарков. Мужчину нашел в подъезде бесхозные, как ему показалось, яркие коробки. Решил подарить их детям своей знакомой. Кражу быстро раскрыли, подарки вернули законным владельцам. Такой была еще одна неделя в Югре. В следующую субботу мы вновь расскажем истории жизни югорчан. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова